всем доброго вечера дорогие мои вот первый рабочий день прошел рабочей недели ну что сказать сегодня у меня была встреча случайная с нашим соотечественником который продавал свою машину с российскими номерами какие-то деньги выручит мы с ним познакомились номера российские тоже все машина всего три года она дает очень дешево ну таких объявлений сейчас очень много и по фейсбуку тоже многие переехали на машинах и сейчас машине избавляется но покупать я его думаю считаю нет смысла ездить на ней ты не сможешь вывозить тоже опять нужно через посольство как-то надо оформлять если это можно было бы конечно так дешево не отдавал бы но человек видно что деньги но человек человек тоже лет пятьдесят поговорили на полчаса наверное центр встретился случайно о том о сём о том как мы до этого дошли что вот так вот ну каждый свое это сказал я ему сказал я говорю узнаете я вот хочу это тоже с вами тоже пообсуждать это мы прошли не сразу конечно это течение 30 лет была конечно великая такая империя под названием ссср в нем жили наши предки отцы и деды создавали эту империю вот мощную вот конечно были очень много человеческих жертв вообще я сразу хочу сказать что наши системе да и ссср овской системе никогда людей не жалели людей никогда не жалели люди это как бы это сами скажем так так же и когда воевали тоже как говорится знаменитая фраза никто не знает кому он принадлежит то ли жуку то ли суворову но неважно как бабы еще она рожает у нас люди это самое после войны тысячи тысячи коллег остались сирот вот вдов без ног без рук люди были вообще без ног без рук без ног люди были их называли обычно народы назвали их самоварами вот потому что и рук нет и ног нет вот большинство монастырей сделали для них приютами в том числе и в Орламе в Аллаамском вот этом монастыре это самое те которые как говорится груди на амбразуру шли после войны их убрали подальше от глаз чтобы они не портили как говорится это работали только работали работа 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 ценой тяжелейших как говорится это была создана такая мощная такая империя вот я честно скажу вам да я советские времена много ездил командировок очень много по всему советскому союзу можно сказать и особенно я постоянно я любил на поездах вот дальний восток сибирь средняя полоса везде в общем короче и вот знаете я что замечал иногда бывает да поезд стоит на каком-то этом да ночь особенно вот с окна смотришь стоит грузовой поезда да стоит грузовой поезда полные платформы полные весь состав эшелонка тракторами грузовики комбайны прицепы разного разного рода вот так ездили по всей стране вот в общем селхозтехника машины машины на друг друга вот так ставили зилы газоны трактора в общем короче страна жила вот так вот заводы фабрики работали короче это в общем все производили сами вот наши продукты в основном даже большинство на экспорт япония сенгапур другие страны вот у нас высокоразвитая такое это было понимаете я же говорю ценой человеческой как говорится это но вот говорят же что-то хочешь это что-то от чего-то надо отказаться вот но проходило с людскими такими этими конечно те времена не было вот предпринимательства или чего таких людей обычно цеховиками называли вот когда кстати большевики сначала пришли к власти дали вот чуть-чуть свободу тоже открывали это это называлось Непмане новая экономическая политика вот его тоже через пять-шесть лет продушили вот также после распада СССР говорят же 90-е годы вот лихие там 90-е вот я честно скажу 90-е годы были годами даже мне кажется возможности больше чем сейчас те годы которые себе делали бизнес там кто-то челноками кто-то еще что-то да зарабатывали вот и стали олигархами миллионерами вот потом опять же продушили вот так же такая же это и сейчас вот знаете сейчас тоже так же поезда грузовые идут но в основном смотришь идут в сторону за границей грузовые лесом грузенные бензином без топлива нефть газ жиженный обратно тоже идут грузовые поезда контейнеры со всяким ширпотребом обменяли на ширпотреб все ширпотреб прошел зачем игрушки выпускать игрушечные магазины это игрушечные заводы закрыли не надо в Китае купим вот остались тысячи тысячи людей в этой сфере которые работали без работы вот мотоциклы зачем китайские возьмем это самое шикарные мотоциклы выпускали из планеты из Юпитера Урал Днепр Восход нормальные мотоциклы были в свое время вот закрыли все нафиг трактора Волгоградский трактор Липецкий Ярославский в общем Рубцовский короче гусеничные трактора даже Узбекистан выпускал и трактора узбек ташкентский тракторный завод Т-28 выпускали хлопковоборочный комбайн там был авиационное предприятие имени Чкалова Ил-86 самолеты огромные военные грузовые там упускали столько самолетов там выпускали только Ташкент я же говорю даже Таджикистане были автомобильные Киргизии Казахстане везде все страны где-то что-то упускало даже прибалтийские страны помните автомобили даже Грузии выпускали колхиды помните кстати водители эту машину любили потому что медлительно было очень вот Казы выпускали даже Ереван выпускал вот этот микроавтобусы в общем я же говорю страна жила понимаете жила страна вот а потом все все закрывали все колхозы нет это наследие большевиков не надо нафиг заводы фабрики нафиг не надо купим это вот модным стало уже профессии шоумен менеджер вот другие какие-то эти а нарицательными стали которые трактористы а ты что тракторист же это же шоферюга это слесарь это токарь это колхозник на самом деле вот именно эти люди и производят то что над чем люди живут один хлеб выращивает второй машину пускай третий еще другие эти вот я же говорю мы сами за 30 лет полностью уничтожили все это и сейчас вот думаем вот так вот быстро это восстановить это я не думаю что это заводы фабрики быстро можно будет восстановить это заводы фабрики десятилетиями наши отцы дестроили были великолепные кадровые коллективы конструкторов все все хотя хотя хочу сказать что бюрократия была еще та вот у нас свои конструкторы тоже неплохие были но первые автомобили наши жигули сами знаете мы взяли у итальянцев фиат на его основе и пошло поехало первые наши копейка потом 03 потом 06 потом 5 потом семерка в общем девятка моторы те же самые могли ли делать свои могли но у меня друг был томский конструктор Михаил его звали хороший так образованный парень еще советские времена на одном из заводов он работал в конструкторском бюро он говорил что что-то что-то свое протолкнуть что-то создаешь надо годы и бюрократ и руки опускаются уже все годы нужно вот но все равно как-то страна жила вот вот я помню что большинство таких населенных пунктов мы готовы были ко всему ко всем случаям жизни вот энзи запасы были в том числе и продуктов энзи это самое куда клали на хранение на местные консервы там все все вот а после 90 годов когда уже союз мы начали все это продавать понимаете все что есть продавать все что есть все что деды наши отцы наши создавали мы давай продавать продавать же легче чем создавать вот сейчас нам вот уже сейчас дойти хотя бы до того уровня который было еще десятилетия нужно вот мы с ним сегодня разговаривали его Сергей зовут вот и как говорится он говорит как вы думаете за сколько время нам понадобится чтобы восстановить полностью экономику экономику я говорю если воровать не будут я говорю еще лет 10-15 надо будет при современных условиях при желании а будут воровать я говорю 50 лет я говорю не хватит он говорит вы правильно я говорю ну а что ну а что если у нас например надо построить например 100 километров дорог на него например надо достаточно допустим 100 миллионов да миллиард 900 миллионов карман но и это остальные 100 миллионов тоже не это самое экономит на шеевне на всем на всем на всем в итоге дорогу такую построить что одна зима на следующий год надо его заново делать я же говорю у нас нет обычно так то внешних врагов у нас внутренние враги старое время в России говорили дураки дороги потому что это все взаимосвязано вот ну хуже нету когда коррупционер понимаете это же пострашнее чем дурак поэтому мы проедали вот эти годы то что было создано нашими как говорится ничего нового ничего нормального нового я вот честно я не знаю вот даже вот взять вот какие-то там такие вот или самолеты допустим да у нас все иностранные боинги 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 мс-21 вроде бы мы это самое конструировали все должны были недавно посмотрел сначала должны по серийному 16 год потом 18 потом 20 потом 21 до 24 года так что долго нам еще надо будет как раз или надо будет меняться нам вот а нам надо меняться всем сразу вот многие хотят чтобы вот и чиновники менялись все такое да не мы сами тоже хороши я до сих пор помню как вообще реформа полиции была у нургалиева короче и Галиев был министром ВД, показывали по телевизору, ему вопрос задали, вот, ну теперь, говорит, после реформы, говорит, полиции, у нас теперь хорошо будет это самое, он хорошо ответил, мне понравился его ответ, лучше не скажешь, он сказал, я, говорит, полицейский, мы же, говорит, берем от вас, какое общество, такое полиция, правильно сказал. Какое общество, так и чиновники, понимаете, поэтому, пока наше общество не поменяется, в сторону лучшего, что надо работать, что надо создавать, вот, что дворник, который подметает, его улюлюкать, бить его не надо, унижать его не надо, наоборот, уважение, почет надо этому дворнику. Когда будет, придет уважение, почет рабочему человеку, а не чиновнику или не продюсеру какому-нибудь, когда уважение придет к рабочему человеку с лопатой в руках, тогда мы заживем хорошо. И страна будет мощная, и экономика будет мощная, вот, а пока я не вижу никаких этих. Я же говорю, все эти годы мы проедали только то, что было создано нашими отцами, отцами, дедами, вот, мы проедали то, что было уже. И то видите, какая великая, можно сказать, даже империя была, что 30 лет, да и да, и то хватало нас тут. Так же Хрущев, как, вот, и Хрущева ругает, так же Брежнев, как живут, то же самое Сталинка, вот. Вот, десятки миллионов человек бесплатно квартиры получили, вот, и квартиры проватизировали, стали хозяевами, продают за миллионы, вот. Тоже, извините, отцами, отголоски еще оттуда, наследство. А что сейчас? Сейчас одни, ипотека, ипотека, ты даже комнатку попробуй купи, комнатку, 10 квадратов, ипотека. Тебе просто так бесплатно уже никто ничего не даст. Да ты хоть сколько работаешь? Где работаешь? Я же говорю, мы вернусь к тому, что мы народ никогда, мы людей своих никогда не ценили. Никогда. Мы жили по принципу, дорога ложка к обеду. Когда надо Родину защищать, тогда мы нужны. Когда где-то бесплатно надо, или что-то если натворим, надо посадить, тогда о тебе думают. А до этого нет, сейчас ты никому нафиг нужен. В советское время хоть был контроль, людям работа была хоть какая-то, сейчас этого нету. Крутись, живи как хочешь. А как ты выживешь, никого не волнует нафиг. Только высокие, громкие слова, программы какие-то. Программы развития, программы того, программы этого. Высокие слова, понимаете, красиво так говорят, что заслушаешься. Как в том мультфильме про лису и медведя. Он говорил про любовь, говорил. Говорил про дружбу, да, говорил, заслушаешься. Сейчас научились красивым ораторскому искусству. И больше ничего. А от слов, извините, халва, халва, сколько ни говори, у тебя во рту слаще не станет. Понимаете? Поэтому в каждой стране люди должны, просто обязаны участвовать в процессе и экономики, и создания, и планирования. Если общество говорит, ай, хозяину виднее, короче, барину все виднее, да, ничего хорошего не выйдет. Все должны вместе участвовать, во всем. Помните заводы в советское время? Заводы, фабрики, тоже рабочие, это хозяева этих заводов, там, это. Оказалось, пшит все. А почему есть хозяева этих заводов, фабрик? Никто не сказал, а почему вы наш завод закрываете? Чем я детей своих буду кормить? Я же потомками работал, некоторые династии были, токарей, династии слесарей. Почему закрываете-то? Никто ничего не сказал, никто, абсолютно. А потом винят кого-то, тот, 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 тот. Если вы хозяева были, почему вы тогда дали, закрываете завод, фабрики? Все, я же говорю только на словах, только на словах. А нельзя быть так. Так что, я думаю, что расхлебывать вот этот, лентяйский вот этот, да, процесс, который мы запустили, да, будем очень долго. Как говорил один полководец, кто не лиценит, говорит, свою армию, тот будет, говорит, другую армию, это самое. Своих надо, своих надо. Я же говорю, все создано в советские времена. Даже смотришь, даже в армии посмотришь, да, те же самые вот на вооружении стоят. Те же самые танки, которые советские времена, Т-62, Т-72, Т-90, самолеты Су-25, Су-27, МиГ-29, Т-95, Ту-160, все, про вертолет даже говорить не хочу. Все создано в советские времена, 30 лет назад. 30 лет назад, все создано, все 30 лет назад. Вот. Своему ничего это, понимаете. Я недавно просто интересовался, я говорю, блин, мотоцикл Урал, помните, это же такое, это, оказывается, штучно выпускает, и то двигатели, не наши, импортный двигатель, какой-то немецкий, что ли, это уже не Урал. Вот, но под этим Урал, там, короче, всякое, ну и штучно выпускает, штучно. Все свое было, часовые заводы, игрушечные заводы, сувенирные фабрики, ламповые заводы. Даже наши больше ценилось за границей, даже наши больше ценилось, чем импортно, потому что считали, что наши натуральные все. Ткани наши, обувь, чисто кожаные туфли, помните? Так что, надо ли было все это разломать? Я думаю, вот так резко, шоково не надо было. Да, реформу надо было провести, реформировать надо было, чтобы как бы это улучшалось еще. А мы сказали, как по той песне поется, мы все разрушим до основания и создадим свой мир. Ничего не создали. Вот так вот. Поэтому и ездим вот по заграницам. Вот сегодня я ему сказал, я говорю, ну, это машина же у тебя, я говорю, почти новая. За копейки отдает, лишь бы, говорит, это мне надо. Я говорю, ну, зачем? Я говорю, выезжай, да не хочу. Мне стало, это самое как-то. Потом я посмотрел, в фейсбук, это очень много продают машин, которые приехали сюда. И он сегодня рассказал, говорит, очень много, говорит, машин даже, говорит, там оставили бы, когда, говорит, переезжали сюда, говорит, бросили, говорит, это. На велосипеде, говорит, меняли. Я говорю, да вы что? Он говорит, да. Потому что велосипедом, говорит, легче было. Мне было, на это, на все это посмотрели. Для меня это было дико. Он говорит, хорошая машина на велосипеде. Я говорю, как это так, на велосипеде? Он говорит, да. Ну, и все. Ах, такие дела. Не ценивши свое, как говорится, это, правильно говорят, если ты, вода рядом течет, ты его не ценишь. Вот когда его надо издалека таскать, ты его по капелькам, вот сейчас и так. На чужбине, приехать, вот так вот, избирать. Я говорю, ну, продашь его за копейки-то сейчас. На сколько тебе хватит-то? Он говорит, ну, на полгода, на год. А дальше-то что? Дальше-то что? Карточки не работают. Карточки российские, карточки не работают здесь. Никакие. Сегодня с другом разговаривал, с земляком. Он живет в Анталии. Он говорит, через золотую корону, говорит, получает переводами, говорит, оттуда. Только очередь большая. Очередь, говорит, очень большая. Через золотую корону. Но это тоже, я думаю, что прикроет, мне кажется. Они это тоже прикроет. А потом что? Не знаю я, в общем, короче. Вообще, неизвестно, что будет завтра. Вот честно я вам скажу. И никто вам не скажет. Такие дела. Всем доброй ночи. Пока.